А вообще этот принтер мы купили, пытались въехать в тему, но что-то программа сложная, времени мало и по итогу он лежит, хотя просмотры по 3D принтеру достаточно хорошие были. Давай попробуем возобновить эту историю. Я как этот в нервах, знаешь, надо руки куда-то пристроить, когда говорю, все, вот так со стола убираем. Тремор нервный перед съемками, опыта мало и надо начинать. Ну что, погнали? Приветствую вас друзья, вы на канале есть вопрос, меня зовут Александр и сегодня у нас практическое занятие. Практическое занятие будет по аддитивным технологиям. Кто знает, сразу ассоциация 3D принтера. Скажу, как запомнить, что такое аддитивные технологии для тех, кому это сложно, потому что я сперва не мог понять, пока не разобрался именно в описании. Add это добавление слоев, add английское, да, add. Соответственно, принтеры у нас работают следующим образом, они слой на слой накладывают и таким образом у нас вырастает фигура. Аддитивные технологии об этом и говорят, да, то есть технологии 3D печати. Итак, друзья, вы помните нашего красавчика, это тот самый 3D принтер от Dexp, который мы открывали. И на самом деле, если вы думаете, что он у нас просто так стоит и пылится, то, собственно, вы не ошибаетесь. Он просто так стоит и пылится. Во всяком случае, после того, как мы переехали. Переехали мы полтора года назад. Но, сразу скажу, что стоимость этого принтера мы отбили. Вы помните, это самая дешевая модель, которую мы смогли себе приобрести. При этом она была классная, потому что у нее достаточно большая площадь печати. Там 25 на 25 на 25, если я не ошибаюсь. Могу погнать. Но, вот здесь будет видео с распаковкой. Вы обязательно посмотрите и обновите свою информацию. Кроме того, в описании к тому видео есть прошивка, точнее, базовая вот эта прошивка, которая на этом 3D принтере. Если вам необходима эта базовая прошивка, вы там что-то экспериментировали, она слетела, там есть ссылочка. Заходим в описании и качаем. Все, про это мы проговорили, чем будем сегодня заниматься. Стоимость принтера мы отбили. Это уже рассказываю, как. Мы занимаемся тем, что печатаем поля для клиентов для различных робототехнических соревнований. Соответственно, там иногда нужны какие-то компоненты. Компоненты достаточно простые и без изучения 3D-моделирования каждый сможет их напечатать или найти в интернете. Это обычно либо какие-то цилиндры, похожие на банки из-под напитков 0.33, либо кубы 50 на 50. Все. Все остальное мы там делаем из пластика. Но благодаря большому заказу мы отколотили вот этот принтер. Поэтому он спокойно может сидеть и лежать и ждать своей очереди, когда мы начнем работать. Давайте посмотрим, что, собственно, у нас будет происходить с этим принтером дальше. А на самом деле конкретно принтер нам менее интересен, нежели работа с 3D-моделями. Точнее, мы хотим научиться рисовать эти 3D-модели. А поскольку софта достаточно много, есть профессиональный софт типа Autodesk, а есть какой-то более простой софт и его великое количество, нам надо понять, в чем же все-таки мы хотим научиться, чтобы не пришлось переучиваться. И я предлагаю сделать следующим образом. Я в нескольких видео буду пробовать рисовать одну и ту же модель в разных программах. Вы просто можете за этим наблюдать и сказать, да, вот просто визуально я понимаю, как в этой программе рисовать и буду учиться на ней. А кто-то скажет, что нет, мне там сложно, я буду рисовать вот в этой программе. И вот таким образом, собственно, мы с вами и разберемся. Почему зародилась такая идея? Я несколько раз подходил к обучению 3D-моделированию и что-то все казалось очень сложным. До одного простого момента, пока я не нашел один интересный софт. О нем мы поговорим уже в практической части чуть дальше. И в нем я смог нарисовать самый простой элемент, который мне реально необходим. То есть, не фантазийно он мне нужен, а я реально хочу сделать несколько игр. Да, вот такой направленности мы будем с вами делать, сразу говорю, шумовые коробочки. Но для того, чтобы вы понимали, как работать с разными типами объектов, мы сделаем их в двух вариантах. Первая шумовая коробочка, кстати, кто не знает, это такие баночки, абсолютно закрытые, иногда бывает открытый один край, в которые насыпаются разные крупы. Они очень полезны детям. Они когда начинают их трясти по разному типу звуков, они понимают, какая крупа, должны угадывать, какая крупа туда насыпана. И в принципе, поскольку дети маленькие, с ними занимаются, для них это очень полезный навык. Все, проговорили, почему мне это надо. А для вас важно, что вы увидите, как я одни и те же модели буду делать в разных программах. Я большое количество программ не буду затрагивать, но основные, да, самые знаменитые, скорее всего, бесплатные. Три я задену. Я не буду рассказывать, как у вас в ТДСКе рисовать или в Компасе. Простые, которые вы можете скачать или в онлайне порисовать. И, собственно, определимся, вы поймете, справитесь вы с ними или нет на примере моих работ. Все. Итак, подытожим. Делаем одну и ту же модель в трех программах. Итак, друзья, сегодня у нас будет программа, а какая вы увидите в практической части. Погнали рисовать! Друзья, давайте попробуем с вами нарисовать первый наш эскиз. Открываем программное обеспечение, которое называется FreeCAD. В правом, точнее, левом верхнем углу названия есть. Собственно, оно бесплатное и вы все его можете скачать, установить оно не особо требовательно к программному обеспечению и предварительно уже настроено. Что нам можно сейчас будет с вами сделать, это создать новый вид. Точнее, создать новый проект. И внутри этого проекта, после того, как мы нажимаем, мы должны будем с вами выбрать верстак, с которым будем работать. Вверху вы видите верстаки разного типа. Я сам не знаю, для чего его используются. Знаю, что рисуем мы в парк дизайн. Открываем. И в этом режиме необходимо создать тело. Все. Тело мы создали. Внутри тела создаем эскиз и выбираем, в какой проекции будем работать. Я хочу работать на плоскости, поэтому выбираю проекцию XY. И уже некоторые скажут, уже очень сложно. Но это минимум, да, чего нам необходимо. Все. Дальше мы с вами готовы рисовать. Что нам нужно сделать? То есть, мы хотим сделать шумовые коробочки, которые будут похожи на цилиндр. Соответственно, будем работать. Первую фигуру, которую используем, это окружность. Давайте. Окружность выберем рядом стрелочка вниз, по центру и касательный. То есть, хоп, и растягиваем. Размер сейчас нам не важен, потому что мы будем задавать размер руками. Как задается размер? Через ограничение. То есть, мы ограничиваем некий размер. Вверху, опять же, выбираем вот такую пиктограмму, где у нас есть диагональная линия, указывающая размер. Щелкаем по ней, щелкаем по грани окружности. И нам предлагают написать диаметр нашей окружности. Диаметр равен 70 мм. Все. Далее мы создали с вами окружность, из которой будем создавать цилиндр. Поэтому на этом эскиз у нас же закончен. Нажимаем закрыть. После того, как мы закрыли, у нас есть инструмент эскиза. Мы снова выделяем нашу окружность. И предлагаем, точнее, выбираем инструмент выдавливания. Все. И у этого инструмента параметр у нас есть один очень простой. Это длина выдавливания, глубина, как хотите, называйте. Собственно, давайте посчитаем. 70 мм у нас общая будет длина. Но 3 мм я хочу сделать крышку, чтобы у нас была такая 70 на 70. Было такое 70 на 70 цилиндр. Соответственно, сдаем 70 мм. Не 70, а 67. Да, минус 3. Вот у нас появился такой цилиндр. Ну, все. Далее мы в него должны что-то поместить. Соответственно, нужно сделать такую выборку. Опять же, с помощью окружности. Соответственно, нажимаем эскиз. Выбираем зону, с которой будем работать. То есть, это верхняя часть нашей фигуры. И уже создаем эскиз относительно нее. Опять же, окружность. Это вы уже все знаете. Выбираем, ограничиваем размер. Например, он у нас будет равен 64 мм. Потому что по 3 мм стенка нашего цилиндра с каждой стороны. Нажимаем ОК. Собственно, сейчас нам нужно сделать следующую операцию. Этот эскиз мы опять же закрываем. Вот он у нас выделен. Яркая зеленая полоска. И говорим в этот раз, что у нас будет не выдавливание, как мы делали с цилиндром. Потому что оно пойдет вверх. А нам надо сделать вырез. Отверстие, если мы выберем, это будет сквозно. Далее начинаем считать, какая глубина выреза нам с вами необходима. Соответственно, если у нас стенка 3 мм, то и дно у нас должно быть 3 мм. Поэтому мы задаем размер. Получается 70 минус 3. Это 67 мм. И еще раз минус 3, потому что мы уже выборку сделали, точнее, учли крышку. Соответственно, 64 мм. Таким образом, дно наше будет, смотрите, 3 мм. Вот такая штуковина у нас появилась. И, собственно, вот именно этот элемент у нас готов. Теперь нам осталось нарисовать с вами крышку. Здесь я предлагаю сохранить. Файл сохранить как? Наживаем Шумовая коробочка 1. Ой. Коробочка. Давайте основа сделаем. Основа. Сейчас будем создавать новый вид. Я нажал Ctrl N. Создать тело. Да, создать эски. Сейчас мы будем с вами делать крышку. Выбираем окружность. Все то же самое. Просто это у нас, да, такая работа на запоминание. Ограничиваем окружность. Не то я выбрал. Окружность мы ограничиваем. 70 мм. Закрываем эскиз. Глубина нашей крышки основы будет 3 мм. Соответственно, это операция выдавливания 3 мм. На основе этой фигуры мы продолжаем работать. Создаем снова эскиз. Теперь нужна нам внутренняя обойма, если так можно выразиться, для того, чтобы мы эту крышечку вставили. У нас толщина стенки с вами 3 мм. Соответственно, мы опять выделяем. Говорим, что 64 мм. Но я давайте сделаю чуть-чуть меньше 63,8 мм. Да, чуть-чуть, потому что вдруг филамент у нас поплывет. Все. 63,8 мм. Я лучше клея капну чуть-чуть, нежели буду там шлифовать. Далее. Опять же. Закрываем эскиз. Опираться у нас снова с вами. Выделяем фигуру. Выдавливание. Тут уже давайте для разнообразия 4 мм будет. Нажимаем ОК. И еще нам нужно, чтобы шум от коробочки с любого дна был максимально одинаковый. Нам нужно здесь тоже крышка. У нас же сейчас общая. 4 плюс 3 до 7 мм. Мы сделаем выборку. Опять же, сэкономим филамент. Итак. Выбрали фигуру. Создали эскиз. Выбрали окружность. Видите, мы сегодня, именно сейчас, работаем только, по сути, с окружностями. И закрепили. Было 64, минус 3, 61. Давайте вырвать 60. Нам сойдет. Так. Все у нас получилось. Нажимаем закрыть. Далее. Здесь мы делаем отверстие. 4. Нет отверстия. Кстати, посмотрите, чем отличаются отверстия. Да. Выреза отверстия, но все-таки отверстия нет. Там Ctrl Z. Нам нужен вырез. Да. И он будет 4 мм. Как раз до... Чтобы донышко у нас было одинаково. Ну, собственно, что-то так должно как-то плюс-минус получиться. Я могу что-то тут с размерами напутать, но не суть. Идея именно стоит в том, чтобы научиться нам с вами создавать такие объекты. Все. Файл сохранить как. И нажимаем шум-корк, крышка. Итак, друзья. Продолжаем. У меня тут были проблемы. Не знаю, что тут глючит. Или операционная система. Или фрикат. Но, в общем, модели у меня не создавались. Все. Создаем новую модель. Сейчас работаем с квадратами. Соответственно, у нас с вами задача такая. Мы должны переключиться в парт-дизайн. Бам. Создаем тело. Создаем эскиз. Выбираем план. Ждем. Теперь выбираем квадратик. Ну, или прямоугольник инструмент, что ли. Чтобы задать ему размер, у нас есть вот такие стрелочки. Соответственно, задаем два размера 60. Подождите, 70 у нас пока. Мы же внешний размер задаем на 70. То есть, у нас получится вот такой квадрат. Вид сверху, не забываем. Все. Здесь мы нажимаем закрыть. Теперь инструмент выдавливания. И делаем уже 67 мм. Все. Далее нам нужна верхняя грань. На ней создаем эскиз. Создаем еще один прямоугольник. Он же квадрат. Размерами 64 на 64. С учетом стенок, да? На 64. Вопрос. Как нам это все упорядочить? Для того, чтобы один объект вписать в другой и как-то их друг с другом подружить, есть такой инструмент, который называется... Сейчас я вам прочитаю. Вот он вверху находится. Внешняя геометрия. Название сложное. Идея простая. Нажимаем внешнюю геометрию и выбираем фигуру. Выделяем две грани, вокруг которых будем, собственно, упорядочивать. Нас будут интересовать вот эти точки. Дальше. После того, как мы это сделали, у нас есть с вами ограничение по вертикали и по горизонтали. Сперва выбираем по вертикали. Нажимаем на нее. И говорим, что давай вот от этой точки до вот этой, по точкам грани, выстраивать 3 миллиметра. И теперь по горизонтали. Раз, точка, два. Тоже 3 миллиметра. И вот у нас все расстояния тут, 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 тут. Вроде как должно быть 3 миллиметра. Вот, во всяком случае, он так подписывает. Сейчас мы с вами снова закрываем. Выбираем внутреннюю фигуру. Делаем так. Не выбрал. Ну-ка, давайте-ка попробуем. Что-то у меня фигура как-то на отрезке выбирается. Выдавливание. Все норм. Так. Отмена. Выбираем. Внутреннюю. Ну, давай. Вырез. И, друзья, вырезаем мы с вами. Вспоминаем, насколько на... Итак, друзья, сейчас мы задаем глубину выреза. Вычитаем, соответственно, глубину с учетом крышки была 70. Мы вычли 3. Это 67. И 67 минус 3. Это 64 миллиметра. Бам. Проверяем, не сквозная ли дырка у нас. Отверстие. Все норм. Теоретически так. Здесь закрываем. Закрываем, 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 закрываем. Да. И нам теперь с вами надо, по идее, создать вставки такие. Сейчас не знаю, как мы это сделаем. Ну, давайте попробуем, что ли. Ой. Давайте попробуем. Нам нужно создать вставки для винтиков, болтиков. Как это нам сделать? Давайте договоримся так, что у нас с вами от угла... Сейчас, подождите. Ну, то есть, вот так. Будет 6 миллиметров. Соответственно. Соответственно. Мы берем с вами сейчас ограничения. 6. Окей. 6. Окей. И теперь нам эту всю историю нужно оттащить вот сюда. Вот так. И теперь я где-то здесь видел клонирование. Я не знаю, будет ли это работать или вообще, как это работает. Даже если это не клонирование. Вот клонирование. Копия. Хоп. И чё? А, я не знаю, как это работает всё. Так, ладно, давайте пока с одним попробуем изобразить. То есть, вот мы с вами квадратик выбрали. Теперь делаем выдавливание. Всё работает. Я по выдавливанию просто проверяю. Всё, и нам надо будет с вами сделать... Угу, угу. На самом деле нам и надо выдавливание. Только нам надо выдавливание, чтобы было в другую... В обратную сторону. Вот. Вот так нам надо, чтобы было. Вот. Вот это сейчас нас устраивает. А глубина 10 миллиметров нам ни к чему, будет 6 миллиметров. Всё. Супер. Вот так меня устраивает. Так хорошо. Окей. Дальше. Снова делаем создать тело. Создать эскиз. Да, и, собственно, делаем то же самое. Снова берём прямоугольничек. Только сейчас уже за раз делаем всё. С вами всё. Я потерял, друзья, ничего не вижу ещё. Хоп-хоп. Раздаём размеры. Так, а что у нас инструменты стали синими, а были красными. Смотрите. Ну, да, это что за режим за новый у нас такой тут появился. А, это я копирование сделал. Окей. Не, нам не надо копировать, нам надо вот. Всё, я понял, как работает инструмент. Вот этот. Так. 6. Окей. На 6. Ещё один. Ещё один. 6. Ещё один. На 6. На 6. На 6. На 6. И сейчас пробуем всю эту историю сделать. Рассасовать по углам. Попробуем. Попробуем вертикально, точнее, не вертикально, а руками всё это сделать. Вот так вот увеличим. Вот так вот подкатим, накатим. Очень ровно. Так. Ну, наверное, можно было через внешнюю геометрию сделать то же самое. Всё. Мы теперь нажимаем «Закрыть». И делаем всё то же самое, что и сделали. Собственно, выдавливание отрицательное. Я вот так называю. На 6, да, по-моему. Мы слили. И смотрим. Видите, у нас всё применилось одинаково. Давайте повращаем. Поглядим. Всё. Сейчас единственный момент, который нам с вами остался, это сделать отверстие в центре. Для этого мы снова выбираем. Я не знаю, что мы будем выбирать тут. Вот этот треугольничек. Нажимаем «Создать эскиз». Да. И делаем отверстия. Вот они. Вот у нас есть с вами пересечение. 2 миллиметра. Сейчас так же спиро создам. Нет, чтоб не бегать, не будем создавать. Будем сразу. То есть вон. Раз, два. Задаем диаметр. 2 миллиметра. Что-то лишка, наверное. 2 миллиметра. Давайте сделаем полтора. Что-то я переживаю, что у нас… саморезик выпадет. Саморезик выпадет. Так. Что за дело? Давайте пробуем на этом. Ограничить размер. 1.5. Вот здесь все хорошо. Знаю. Видите, программа новая. Все видите сами. С какими трудностями сталкиваюсь. Просто из-за того, что пока не привык. Не знаю, как это все тут задумано. И в целом я в 3D не особо. В волокон. В векторе уж все давно бы сделал. Так. Тара. И вот здесь тоже. Ограничиваем. Размер. Полтора. Через запятую. Важно делать. Так. Вот эту фигуру мы сейчас вам сделали. Снова выбрали. Вот тут он почему-то после установки размера. Его потом проще удалить. Нежели добиться, чтобы он изменил. Не знаю, с чем это связано. Но тут только практика покажет. Все. Пока так. Нажимаем закрыть. Отверстие у нас с вами есть. Мы говорим теперь вырез. Да. И на те же у нас 6 миллиметров. Ну вот 5 миллиметров пусть будет вырезать. Винтики у нас совсем маленькие будут. Будут. Вот такая фигура. Вот. И в нее собственно мы сейчас попытаемся. Фаски. Я не знаю почему они снимают. Ну и... Ладно. Вот здесь мне кажется да. У нас будет не ровно. Потому что там где ровно. Типа на долю миллиметра вышло. Наружу. Из-за того, что я руками все это пытался упорядочить. Но ничего страшного. Давайте на практике посмотрим, как это будет выглядеть. Все. Нажимаем Ctrl-A. Файл. Экспорт. Итак, друзья. Давайте теперь посмотрим, как эти модели выглядят в программе. Кура. Так. Открываем. Собственно. И есть шумовые коробочки основные. Бам-бам. А это я. То, что основу мы готовили с вами. Давайте сейчас откроем. Шумовые коробочки. Точнее основание и крышку. Вот так вот выглядит крышечка. Вот. Мы ее можем тут подвинуть поближе. Да. Чтобы разместить на одной печательной платье. И давайте откроем еще параллельно. Здесь же, чтобы не теряться на рабочий стол, мы сохраняли квадрат. Наш квадрат. Вот по периметру я вижу, что ничего не торчит. Вроде выглядит свое норм. Да. И сейчас попробуем это все разместить. Ну, как-то вот. Плюс-минус. Вот так мы можем это все раскидать. Напоминаю. Для квадратной шумовой коробочки у нас здесь с вами будет акрил. Чтобы было видно детям, что внутри находится. Будет поинтереснее. А здесь, собственно, глухая коробка. Типа и пойди догадайся. Итак, друзья, получилось то, что получилось. Да, вы видите. Сейчас нам необходимо запустить все это дело на печать. И, собственно, процесс этот будет долгий. Вы увидите заготовочки эти готовые. Как бы не звучало смешно, уже в следующем видео. Поэтому оставайтесь с нами. Вот. И пошли обратно в студию. Заканчивать будем это интересное дело. Итак, друзья, собственно, вы увидели, как я в первой программе рисовал. Следующие два ролика вы увидите уже в коротком его исполнении. Только практическая часть. А третий ролик, точнее четвертый получается по планам, будет уже с выводами, с моими. Но напомню, что мне пригодилось в этом ролике. Во-первых, хочу обратить ваше внимание, чем я пользуюсь. Во-первых, у меня такой листочек был в комплекте. Не забывайте выравнивать свой стол. Вот это называется горячий стол. Он у нас подогреваемый. У разных типов принтеров они разные, эти столы. Что делаю я? Я всегда на сам стол наклеиваю скотч. И после этого использую вот этот карандаш. Офис Маговский мне очень нравится. Я не знаю, ну оказывается на самом деле, что химический состав у них плюс-минус одинаковый, но что-то там другое. И поэтому вот Офис Маговский клей-карандаш классно приклеивает в филамент. Филамент это пластик для 3D-печати. Я в этом видео использую ABS-пластик. Мне вообще не принципиально какой есть. В куре я выставил, что у меня ABS. Температуру стола выставил в соответствии с этим пластиком по рекомендациям. Вот опять же, кто забывает, у меня на бумажке вот такая памятка есть, у вас тоже это все есть. И все, начинаем, собственно, с ним работать. После того, как у меня все напечаталось, а еще что у меня включено, у меня без этого не работает. У меня включено охлаждение сопла, точнее вентилятор, который дует на охлаждение вот этих слоев. Все. И с ABS тогда идеально работает. Все остальное, все как у всех, никаких тут хитростей нет. Скотч главное вовремя снимать после печати, да, не давать ему остыть. Иначе потом танцы с бубном, да, и сидишь тут полируешь его. Такая история. Еще надо протирать свои инструменты, как говорят во всех смыслах. Ставим лайки и дизлайки. Обязательно пишем свои комментарии. Потому что сейчас по планам у нас неизвестно, какой софт следующий. Если вы напишите свои рекомендации, в чем вы работаете и что вообще очень крутая программа и лучше нее нет. Я, конечно же, обращу на это внимание, попробую нарисовать в ней. Вот сейчас просто все зависит от вас. Обязательно ставим колокольчик, чтобы быть в курсе последних событий. И каждого рад видеть. Вы молодцы, что заходите к нам. Спасибо вам большое. Вы помогаете. И до новых встреч. Пока-пока.